Повторное открытие мира На огнедышащей земле, куда нет доступа млекопитающим, Калипсо открывает для себя затерянный осколок материка, омытый горячим морем. Ожерели островов, горы, вонзающиеся в небо. Первые поселенцы окрестили Новую Зеландию землей длинного белого облака. Она протянулась на 2000 миль. Пока судно одолевает путь от субтропиков до субантарктики, сухопутная экспедиция обследует землю, открытую людьми всего тысячу лет назад. 70 миллионов лет этот край был обречен на одиночество. Три четверти растений, не говоря уже о фауне, встречаются только в здешних лесах. Прославленные птицы не умеют летать, а никому неведомые рыбы, наоборот, умеют. Великолепные создания, каких нет больше нигде в мире, нуждаются в специальных мерах защиты. Жизнь обновляется в легендах, созданных смешанной культурой и независимым мышлением. Я не верил своим глазам. Поворачивался на восток, благодарил Аллаха, а потом снова смотрел на это чудо и не верил себе. Британский импорт совершенно преобразил Новую Зеландию, а теперь туристы выкладывают огромные деньги, чтобы увидеть местные диковинки, уникальных животных, девственную природу. В акватории двух миров царят невероятное изобилие и сказочная красота. Роза и дракон Автор сценария Паула Гипперова Фильм Жака Ива Кусто и Жанна Мишеля Кусто Мы здесь видели скалу в форме кита. Говорят, на этом ките приплыл в Новую Зеландию первый Маори. Это правда? Пайке был сыном Унуку из Гаваики. Он приплыл на ките в место под названием Тауранга. И был он, как и его кит, сотворен из воздуха, подобно духам. А когда высадился, превратился в обыкновенного человека. Он приплыл на кит, сотворен из воздуха. Он приплыл на кит, сотворен из воздуха. 60 человек плавят каноэ как один. Это потомки древних обитателей Новой Зеландии, народа Маори. 800 лет назад сюда приплыли их полинезийские предки. И в своих огромных, выдолбленных из древесных стволов каноэ принесли сюда мир и войну. Теперь они торжественно встречают почетных гостей. 30-метровое священное судно тянет за собой канаты как символ блуждающих духов ветра и океана. Капитан Альберт Фалько благодарит вождя Маори и преподносит ему памятный подарок – момент прощания. Затем грибцы вновь одновременно опускают весла в воду. В приветствиях звучит гордость Маори своей землей и морем. Капитана Кусто сопровождают представителей племени. Сначала его придирчиво оглядывают и расспрашивают. «Ты кто?» – спрашивают Маори. «Откуда прибыл? Издалека?» Высокому гостю бросают символический вызов. Дают оружие, чтобы проверить его намерения. Друг возьмет копье, но никогда не пустит его в ход. Удовлетворенный провокатор спокойно поворачивается спиной и подает Кусто знак следовать за ним. «Назови его! Для нас назови!» – поют проводники Кусто. «Назови нашего почетного гостя цаплей, летящей над морем!» Вся команда Калипсо идет в Марае, где ожидают хозяева, старейшины племени Нати Фатуа. Лишь следуя вековым обычаям, божди встречают гостей торжественной речью, которую произносят от лица всего племени, земли и предков. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» «В мире Маори ни одна достойная речь не обходится без песни». «Те вака е, тарупа!» «Те вака е, ке фиарапе!» «Они поют о людях, впустившихся в океанское плавание, о каноэ, вздымающихся на волнах. Вспоминают страшные истории и опять поют, желая показать себя с лучшей стороны. «Будь бдительным, будь ловок, будь смелым!» Высовывая язык, Маори воссоздают древний жест воинской доблести. «Будь бдительным, будь ловок, будь ловок, будь ловок!» «Потом хозяева и гости трутся носами в традиционном приветствии Маори. И теперь команде разрешено плавать повсюду, поскольку она смешала свое дыхание с дыханием Маори. Побраталось!» Огромный всплеск жизни происходит в весенне-летних течениях, к чему становится свидетельницей калипса, плывущая на север вдоль побережья Новой Зеландии. Стаи морских птиц и молочных рыб лакомятся планктоном, мельчайшими организмами, обитающими в субтропических морях близ островов бедных рыцарей. Здесь в изобилии растут травы и цветы, каких на материке уже не встретишь. Субтитры создавал DimaTorzok Эти воды заворожили исследователей. Готовится серия погружений. Когда щедрое тропическое солнце вливает свое тепло в холодное течение, в воде образуется обилие питательных веществ. Всего в шести километрах от побережья лабиринт подводных пещер может похвастаться поистине экзотической фауной. Вместе с биологом Франсуа Сарано совершает погружение Марк Блессингтон. В пещере невероятно много планктона. И на него плывут стаи морских ершей. Длинноперые капродоны тоже большие охотники до планктона. Территорию они делят по цветовому признаку. Пловца-одиночку Солнечника прозвали в народе Рыбой Святого Петра. Говорят его пятна – отпечатки большого и указательного пальцев апостола. Солнечник блестяще маскируется. Почти неподвижный, похожий на деревяшку, он незаметен хищникам. Вот среди извивающихся джунглей прячется Абудевдув. В колыбели бурых водорослей отложил яйца кальмар. Рыба-скорпион залегает поближе ко дну. А красноперый литрин подхватывает пищу прямо на дороге. Солнечник блестяще Солнечник блестяще Солнечник блестяще Солнечник блестяще Солнечник блестяще Солнечник блестяще Он все еще силен. Его щупальца мертвой хваткой стискивают добычу, а чувствительные усики словно бы ласкают ее. Непревзойденный танцор и доблестный воин словно бы месяц перепахивает морское дно. Калипсия сменила место стоянки, команда отдыхает. Ныряльщики и ученые выдвигают новые идеи и готовы двинуться по многим направлениям. В это время года острова бедных рыцарей предлагают на обозрение свои бесчисленные сокровища. Скоро он выйдет в открытое море, а пока пребывает в спячке у берега. Самка головоногого моллюска наращивает вокруг себя хрупкую раковину, защищая будущее потомства. Моллюск, напоминающий осьминогу, удерживает яйца в щупальцах и скользит, процеживая воду. Почуяв угрозу, он меняет цвет, а потом вдруг складывается. Беззащитные моллюски размножаются вблизи от берега, потому что от зарождения жизни до смерти всего один шаг. Мы забираемся еще глубже под пещерные своды в царство света и тени. Под вечер поверхность воды раскалилась почти до бела, а под ней кишат живые существа. Привлеченные изобилием планктона медузы грациозно извиваются в воде, напоминая прозрачные нимбы. Привлеченные изобилием планктона медузы и франки. Привлеченные изобилием планкона медузы и франки. Привлеченные изобилием планкона медузы и франки. Субтитры подогнал «Симон» Мы плывем и наслаждаемся божественной гармонией жизни. Когда в 1840 году Новая Зеландия стала английской колонией, поселения Маори превратились в крупные портовые города. Калипсо еще не причалило, а на борт уже подают свежие булки к завтраку. Из Окленда, крупнейшего промышленного центра, Кусто отправляет десант вездеходов. Сначала вулканический северный остров, потом на пароме к югу, испечеренному озерами и дикими лесами. А встретимся мы на острове Стюарта. За капитана остается Марк. Будем узнавать тебя по головному убору. В общей сложности команда одолеет расстояние в 40 тысяч километров по бездорожью или оживленным тропам, где зеленую улицу всегда получают животные, ставшие национальным символом. 70% новозеландских лесов ныне расчищены под пашни. Холмы обглоданы, острижены, подобно кочующим, нескончаемым стадам овец. Для трехмиллионного населения 70 миллионов овец поистине огромное количество. Шерсть и другие продукты скотоводства поддерживают экономику, не слишком богатую иными ресурсами. Отряд медленно продвигается к котловине Северного острова, обширной области бурлящих источников, выжженных холмов, растрескавшейся земли. Извержения вулканов опалили этот район, обожгли скалы. Земля до сих пор изрыгает огонь и воду. Температура воды 52 градуса по Цельсию. Вода полна сернистых отложений и пенится, как шампанское. Туристы посещают чудесные термальные источники в Роторо. Паломничество началось примерно в 40-м году 19-го века. Сегодня наплыв туристов приносит стране миллионы долларов, что для нее немаловажно. Гиды Маори показывают приезжим Гейзера. Чувствуете, как вибрирует почва? Это он, Байкору Хихи. Не удовлетворяясь естественными взрывами источника, человек провоцирует их. Бросайте в мешок, смелее, смелее, не бойтесь. Зайдите вон туда. Достаточно бросить обычный кусок мыла через чугунную трубу в подземный котел, и каждый день в одно и то же время проснется Гейзер, Леди Нокс. А неподалеку кипит сама земля. Раскаленная глина, кварц, кислота, немного побулькает, и каша готова. Достигнув южного острова, аквалангисты натыкаются на еще один бурлящий котел, правда, на сей раз холодный. В источниках Пупу, этих окнах хрустальной чистоты, содержатся самые обширные запасы пресной воды в Новой Зеландии. Рыбы почти нет, лишь скудная растительность. Зато вода такая прозрачная, будто ее и вовсе нет. От высокого давления воды подстрыгивают камушки, выделывает перуэты песок. Калипсо доставила команду к южной оконечности острова Стюарта. За этими водами начинается субантарктическая зона. В лакедре достаточно выпустить иглу из твердой кожи, и ее никто уже не проглотит. Наполненные воздухом мешочки поддерживают группу водорослей. Одиноко покачивается на стебле морской тюльпан. Нареальщики заигрывают с голубым песочником. Он редко встречается в Новой Зеландии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стоит нам покинуть укромную бухту, лесистые холмы сразу уступают место песчаным пирамидам. На обдуваемых ветрами и степях водится самая знаменитая и неуловимая птица этого края. Весник Робин Томас сопровождает меня в поисках нашего сухопутного отряда. В высокой траве, где нет природных хищников, обитает нелетающая киви. Днем ее редко увидишь. Киви гнездится не на деревьях и не на земле. Она гнездится в земле, на глубине примерно метр. По одному отверстию можно себе представить, каковы размеры этой птички. А кто сидит на яйцах, попарная или одна самка? И так, и так. Иногда встретишь самца и самку, иногда одиночек. Как придется. Какие большие яйца. Действительно огромные, говорит Блессинг Том. Да, от 20 до 25 процентов веса птицы. Но оно мертвое? Да, мертвое. А почему? Родители бросили? Трудно сказать. Ступая очень осторожно, отряд идет ночью записывать звуки, невидимые киви. Стив Апстон подает громкие кличи, как бы приглашая птиц присоединиться. На крылья Киеве нечего рассчитывать. От опасности она может лишь убежать. Лесные заповедники Новой Зеландии строго охраняются. Их выживанию угрожают завезенные человеком грызуны, враги кустарника. У киви слабое зрение. Она скорее вынюхивает червячков и других насекомых и выуживает их из тьмы клювом, напоминающим трость. В краю фьордов море затопило древние ледниковые долины и горы всегда окутаны туманом. Погода на этих мрачных землях переменчива. Калипсо вынуждено двигаться медленно, чтобы избежать неведомых опасностей. Фалько и натуралист Ив Пакале изучают звуковые отпечатки истории контуры скрытых под поверхностью ледниковых отложений. Фалько осторожно проходит над обрывистым утёсом, погребённым под ледником 20 тысяч лет назад. Клубится пар над пробитыми толщей льда фьордами. Вертолёт что-то долго не возвращается. Скованный наползающими тучами Браунбек летит при нулевой видимости. Других ориентиров у него нет. Он руководствуется одним инстинктом, пока, наконец, не замечает узкую дорогу межгорных склонов. По радио Боб сообщает в стревоженной команде о своих трудностях. Затем непредсказуемая туманная пелена рассеивается. Убедившись, что Боб в безопасности, экипаж Калипса может полюбоваться призрачным великолепием Фьордленда. Здесь, за много миль от людского жилья, земля целиком подчинена воде. Выливаясь отовсюду, жидкая субстанция обрушивается в море пресноводными испарениями. Во фьорды нередко заплывают обитатели океанов дельфины и кружат по ледяной поверхности. А ныряльщики спешат заснять странное смешение вод. Обильные осадки смывают разложившуюся растительность, образуя органический бульон, густой пресноводный покров фьордов. В холодную безветренную погоду на поверхности образуется темно-желтая пелена. На глубине примерно трех метров водолазы начинают прорыв. Какое-то время их окутывает мрак, но, наконец, они проникают в сверкающую, чистую, соленую воду. Уникальное собрание морской фауны. Лишенные естественного света глубоководные виды обитают здесь на более мелких уровнях. То же самое происходит с одним из бесценных сокровищ фьордленда – черными кораллами. В темноте они обесцвечиваются. как правило, черные кораллы вырастают на глубине 30 метров. Здесь же встречаются уже на шести. Вот самые крупные скалонии, находящиеся на досягаемой глубине. Звезды со змеевидными лучами, легковесные перистые растения обматываются вокруг коралловых ветвей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ветви состоят из бесчисленных полипов, животных миллиметровой толщины, которые наращивают твердый черный костяк, за что и получили свое название. Калипсо встречает новозеландское океанографическое судно Рапуя, на борту которого находятся ученые Кен Грейндж. Он участвует вместе с командой кустов в погружении с целью исследовать гряду черных кораллов. Но в местах, где обычно водятся кораллы, растительность Фьорленда оскудела. Что вы видели? Что там на глубине? Это действительно хорошо, ответил. Что, видели? Видели черные кораллы? Вплоть до 100 метров. Но глубже 40-50 они совсем крошечные. Опасаясь наплыва охотников за легкой добычей, Грейндж и его коллеги собирают подробнейшие данные колонии, отмечая возраст каждой заросли. С помощью изотопов ученые установили, что за год кораллы увеличиваются всего на 2,5 сантиметра. Шестиметровое дерево, согласно их измерениям, вырастает за два столетия. При таком приросте даже эти густые леса не вынесут безудержной эксплуатации. Ведь основная ценность кораллов в их красоте. Крустальная ночь Фьорлэнда порой обманывает зрение. Вдруг видишь перед собой фантастических бабочек, буйство красок и прозрачных крыльев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Протянет ли эта сказочная красота больше одного поколения? Вот вопрос, встающий перед Новой Зеландией и всеми, кто восхищается многоцветным ковром природы. У водолазов Калипса осталась память о загадочном дне, уступающим свои права ночи. Субтитры создавал DimaTorzok В Брейксе Саунд побережье крутое, поросшее лесом. Здесь высокая влажность, все время идут дожди. Вершин почти не видно, они постоянно окутаны туманами. Головокружительные водопады обрушиваются с круч устремленных в небо. Кругом вода. Фалько ведет Калипса к берегу, ее нос взрезает ветви густого кустарника. Их по коле Франсуа Сарано слегка касаются тянущихся к ним ветвей. Да, весьма интересная биологическая организация. Побеги не разветвляются, а растут прямо на стволе. К тому же здесь много эпифитов, видите? В чащах растут маленькие орхидеи и другие эпифиты, прикрепляющиеся к стволам деревьев. Это удивительно, какая необычная форма растительности. Посмотрите, они тянутся к нам. Вся эта роскошная зелень, эпифиты, растения-паразиты, в их числе и орхидеи. Орхидеи? Они питаются соками из других растений. Эти кусты не обладают собственными корнями и часто губят другие растения. Такая форма растительности встречается в этих широтах довольно редко. Это настоящий девственный лес. 200 миллионов? Возможно, даже 300 миллионов лет назад. Я иду по лесу, который поднимается почти вертикально. Отовсюду, как вода, сочатся тайны. Тишину нарушают лишь легкий шорох дождя и потрескивание сухих ветвей. Меня поражает мягкость этого леса. В отличие от Амазонки, здесь ничего не колется, не жжется, не раздражает кожу. Ни скорпионов, ни змей, ни тарантулов, ни ядовитых муравьев. Я проникаюсь чарами этого гостеприимного леса, нежного и мягкого на ощупь, и совершенно беззащитного перед такими животными, как козы и олени. Вот и 70 миллионов лет назад у этого леса не было никакой защиты. Я всматриваюсь, ищу повсюду, но цветов нигде не видно. Новая Зеландия представляется мне кораблем, который давным-давно оторвался от эскадры и поплыл к антиподам наперекор штормам и огнедышащим вулканам. Тем не менее, ей удалось сохранить остатки изначальной флоры. Пожалуй, надо заглянуть еще дальше, на 130 миллионов лет до появления первых цветов. Достаточно вспомнить, что наделали динозавры с флорой в древней Гондвани, а она, спасаясь от их жутких зубов, выставила им навстречу смехотворные колючки. Когда появились цветущие растения, им удалось выжить благодаря стремительному воспроизводству. В каком-то смысле, можно сказать, что цветы изобретены динозаврами. Очевидцев нет, потому никто не опровергнет еще более заманчивую гипотезу. Цветущие растения выработали запах и горький вкус в порядке самообороны от травоядных. Фантазия увлекает меня еще дальше. Быть может, цветы обрекли динозавров на голод и вымирание точно так же, как перо поэта порой сильнее меча, то есть, если провести доисторическую параллель, роза сильнее дракона. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу Союз-Видео. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok